В ближайшее воскресенье свой профессиональный праздник отметят строители. Строительная индустрия – одна из важнейших сфер экономики республики. В преддверии праздника временно исполняющий обязанности главы Чувашии посетил профильные предприятия. А у работников отрасли появилась возможность не только рассказать о своих трудовых буднях, но и задать Михаилу Игнатьеву интересующие вопросы. По данным статистики, сегодня Чувашия лидирует по показателю ввода жилья на души населения в Приволжском федеральном округе. За пять лет объем строительства комфортных многоквартирных жилых домов вырос в полтора раза. Много усилий в свое время было приложено, чтобы не остановился крупнейший инвестпроект «Новый город». Республика, по крайней мере, наша отрасль действует очень активно на российском фоне. И по жилью для российской семьи по 35 тысяч рублей доплатой за сети первые пробили. Мы в социальных программах участвовали. Мы только «Монолитстрой» 40 квартир социального жилья, 42 квартиры по «Новому городу» мы уже дали. «Монолитстрой» – один из генподрядчиков в «Новом городе». Кроме этого, предприятие производит железобетонные изделия, пластиковые оконные и металлоконструкции, сухие смеси. Но почти 500 работников озабочены не только вводом в эксплуатацию жилья, но и благоустройством территории, наличием в новом районе социальной инфраструктуры. Сейчас из 220 гектаров территории 170 относятся к береговой зоне. До недавнего времени вопрос с подъемом уровня Чебоксарского водохранилища оставался открытым. И это сдерживало строителей. «У меня просьба. Это не только от меня исходит. И от коллектива «Нолистроя», с СКЧ, с Инкостом. Нам бы хотелось, чтобы вы взяли под контроль программу, вообще говоря, особенно после того, как уже по заливу сейчас стало известно, по уровню на 63-й останется, деньги будут выделяться. Только ваш уровень позволит выбить деньги из федерального центра на обустройство. И при этом открыть береговую зону нового города – это не наш эгостический интерес. Это просто у города появляется еще один центр рекреационный. Государственный заказчик в лице РУСГИДРА по инженерному обустройству, они хозяева. И с этой точки зрения, там несколько ведом задействованы. Эти вопросы тоже будем рассматривать, с этой точки зрения. Источники финансирования будут. Найдем все те решения, которые нужно найти. На благо горожан. В ходе обсуждения неоднократно всплывала тема строительства дорог. И эту проблему Михаил Игнатьев обсудил с работниками ОАО «Дорис». В связи с прошлогодними кризисными явлениями пришлось на время приостановить некоторые проекты. Возможно, в следующие полгода ситуация изменится в лучшую сторону. Потребность в ремонте и строительстве дорог по-прежнему высока. Например, дольщики домов микрорайона «Лайнер» ждут, когда же появится участок, соединяющий 30-ю автодорогу с Московским проспектом. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии отметил, что реконструкция и развитие столичной дорожной сети – постоянная статья в республиканском бюджете. В этом году, к примеру, выделен без малого миллиард рублей. Этот вот участок дороги, который вы сейчас напомнили нам, будем строить, скорее всего, на принципах государственного частного партнерства. И, в любом случае, мы начнем не закончить. Глава города Чебоксары Леонид Черкесов, в свою очередь, отметил, что в перспективе эта дорога будет проложена не только до Московского проспекта, но и до набережной в исторической части города. Начать работы планируется в 2016 году. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.